Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1366, тема «Разбор выступлений Амвросия Юрасова», вопрос 321-333. «Под крестом на куполе храма видели полумесяц. Что он означает?» Отвечает Амвросий Юрасов, «Мы с вами в храме не одни. Здесь же и Матерь Божья, и святые, и ангелы, и души тех православных, которые когда-то молились в нем и ушли ко Господу. Наши тела, перемещаясь, могут пронизывать их и наоборот, но мы их не видим и не чувствуем. Кресты на куполах храма называются ажурными. Это древняя форма креста. Такие кресты есть и в Троице Сергиевой Лавре, и на многих других православных храмах. Мир, в котором мы живем, – житейское море, а крест – это якорь спасения. Полумесяц же изображается иначе». Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. «Откуда известно, что души умерших находятся с нами? На это нет даже и намека, и все это есть архимандритские выдумки от незнания Священного Писания. И если спросить говорящих такое, они в ответ могут сказать, да мало ли, что по пьянке с просонок человек скажет, а ничем другим объяснить это нельзя, как презрением к Слову Божию». Экклесиас 12.7 «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Филиппийцам 1.23 «Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Божья Матерь, Ангелы и Святые не могут пребывать одновременно в разных местах, а только в определенном, конкретном месте. «Во всех видениях, какие были показаны святым, души праведных находятся в раю, но не среди нас в храме». Лука 23.43 «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евреям 12.22.23 «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства». Откровение 6.9 «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Относительно полумесяца под основанием креста есть только два толкования. Одно то, что христианская вера отрицает мусульманскую, ставит ни во что как заблуждение и попирает ее по слову Кирилла и Мефодия. И другое то, что сия временная жизнь прискорбна, тишка, и мы ее проводим как бы в ночи. А воскресший Христос, наш истинный свет, воссиявший на вершине Голговского креста, попирает безбожное заблуждение». 1 Фессалоникийцам 5.5 «Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы». Откровение 19.14 «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый». Откровение 15.2 «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли божии». Откровение 5.9 «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». Все эти и другие места Святой Библии неопровержимо доказывают, что души умерших, достигших совершенства, находятся на небе, а не здесь на земле, как суисловит Юрасов. В защиту своего суисловия он не может привести ни одного места из Священного Писания. Пасть бойцом на поле битвы лишь избранникам дано, им народные молитвы, им бессмертие суждено. Пасть геройски под ударом, пасть с оружием в руках, знать, что отдал жизнь недаром, и не знать, что значит страх. Отдаваться всей душою упоению борьбы, не склоняясь пред судьбою, как трусливые рабы, всех примером увлекая, жить и биться до конца, как завидна смерть такая, смерть героя и борца. Но бывает смерть иная. Это жизнь среди болот, это тина роковая и покой стоячих вод. Где пигмеи так велики, где сплотилась их семья, где, увы, лягушек крики заглушают соловья, где вокруг царит всецело непробудный тяжкий сон, где живет одно лишь тело, дух же смерти обречен. Ольга Николаевна Чумина. 1859-1909 годы жизни.